Всем привет! Это продолжение моей партии в Сидмейерс Цивилизейшн 6 на 10 человек, в которые я играю за Рим. Если вы начинали просмотр не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Всё-таки всегда лучше знать, с чего всё начиналось. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. Ну а тем, кто видел начало, приятного просмотра. Не пою, ты Китай вынесли или нет? Чё он меня там осуждает постоянно до сих пор? Он поставил город на двум континенте, что я могу сделать? У него пошёл японец выносить сейчас. Так я к японцу и обращаюсь. Всё, нету его больше. Спасибо. Обращайтесь. Сейчас я ещё горга вынесу. И прям вообще будет. Я нашёл Эй-Яф-Ядло-Якудль. Кто-нибудь ещё его нашёл, кроме меня? Нет. Бразилиц-то его не нашёл, разве? Нет. В общем, бразилиц, он снизу от Гонконга. И тут очень-очень-очень много диких обезьян. Сирич-варваров. А, нет, это я нашёл. Я просто подумал, что другого нет. Эй-Яй-Ядло-Яй. Эй-Яф-Ядло-Якудль. Снигар, который... Который с озером рядом. Да. Так, ну что, этого тоже, наверное, на родину возвращаем. Вау, немцы уже броненосцы. Правда, у меня тоже броненосцы уже, но... У него уже линкоры есть. Какие линкоры? Нет у него линкоров. У него с этого флотоводцы линкора? Ну, один линкор. То есть, я должен брегат улучшать линкор или просто запустить с пустого места? Чего? Как линкор получить флотоводцы, я что-то не могу понять. Не использовать флотоводцы. То есть, это не обязательно использовать для этого флотоводцы, да? Да, конечно. Он сам из себя рождается. Только пока ты его не исследуешь, он у тебя восстанавливает, чтобы не будет. Невец, ты что, на меня нападать собираешься, что ли? Начинаю. Ну, а что тут фрегат твой плавает около Равенны? Он давно стоит за счетами. Так, может, мир тогда заключен на 15 ходов, чтобы я сейчас не волновался, не начинал тут... На тебя косо смотреть. Астрономия ополчивает... А? Сейчас, подожди, подожди, я тут открылись стихи, это Шон Бин говорит всякое. Так, что ты сейчас говорил? Сейчас, пока я ничего не какого-то думаю. Думает он. Ацтек, ты успел вперед меня или что? Конечно. Ну, имеется в виду, что... Блин, я вот отвлекся на... С того, что я хотел. Сколько у тебя было очков великих людей? Ну, в смысле, да, очков великих людей, когда ты покупал. Систопол, слышал. Сколько у тебя было очков великих людей, когда ты покупал? Успокой меня. О, 400. Ну, у меня вот 390. Ну, значит, у него больше просто было. Там на перегонке не работает, дядечка. Слушайте, так вы одинаково, наверное, вышли, просто у него было больше очков. Как? На перегонке как? Если, когда одинаково набирают, то там кто раньше возьмет. Да ладно. Да. Но одинаково это как? Бредко. Если у него 391, а у меня 391, то все равно кто раньше? Да. Вообще не имеет значения. Так, следующим ходом мы... Я сам офигел, когда узнал. Думаю, что сейчас попадет великий человек, такой смотрю, а я могу его взять. И тот чувак может его взять. Немец, так это... Че ты там решил? Мощь армии у нас вроде равная. Я не думаю, что ты... Ну, конечно, ты там можешь какие-то города взять, но вынести меня ты не сможешь. Я думаю, в это время на тебя снизу. А, ну вот я уже вижу бразильский броненосец. Он там вообще-то уже стоит в полуигре, как я его получил. Я смотрю, что на меня немец не пошел. Это я не хочу... К ним сураны идти, он ждет в субмарине, тогда пойдет. Ну, тоже логично. Так, бразильец, может мы с тобой тогда заключим какой-то союз? Чтобы он нас по одному не это не щелкал. Согласен. Этот немецкий щелкунчик. Ну, скрэкер так называемый. Скажите пакеда горга. Она мне тут лестно ей комментарии оставлял. А, прикольно. Она построила поселенца, так мне его сейчас передали. Не знаю, нафига мне поселенец теперь. Мы что, Лёш, заключим? Да, да, конечно. Напишешь сейчас? Нет. Ладно? Я сейчас занят. Хорошо. Так, японец и бразилец. У вас там ниже Кабула есть полуостров, на котором руинка. Справа или слева от Кабула? Внизу, я же говорю. Внизу. А, там давно уже висит. О, дошел ученый, наконец-то. Немец, ты не хочешь заключить? Чего-то пока нет. А, Рим, то давай продлим. Я не помню до какого у нас хода. До 103-го у вас был, как раз, ну, вход закончился. А ты, японец, если немец будет нападать, поможешь? Конечно. А зачем японцам помогать? Тогда заключим. Ну, потому что немецкие ВМФ очень сильны в этой игре. По-моему, и ты, и Бимерок, в этом убедились. А, нет, ты не убедился. Ты там в культурку играл. Я могу. Блин, слушайте, мне надо строительную инженерию быстрее открывать. Теперь обратно Россия на Грека напала. Ответочка. Затаил, затаил. А, злоба. Ну, если он думает, на этом этапе это имеет смысл, то пожалуйста. Затя. Затаил, затаил. 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 больно просто было русские не забыли до сих пор усталости с твоими держится ну и за я вот сейчас вынес спарта у меня снижается не вообще нисколько уж надо вынести там если вы мир заключили то она влияет на фига мне тут фрегат интересно опротив сумма ринджа только изменить работе да и субмарины тоже ракетный крейсер ну ракетный крейсер дайте на ну я не знаю немец я уже все эти в броненосца пою зачем тебе ну захватишь ты пару городов и что ты не сможешь меня вынести ну ггвп столице у меня нет армии у меня нет и и все это кто говорит перекол что-то очень быстро русский тебе да я в армию не шел он пошел вар ешь как было если я захватил сад питер токи и хорошо так я не захватил не питер армии нету развиваться тоже мне не дали не знаю если это его баф нет как-то главный счет это тихо году стоит по моим караваном становится спасибо за игру нет он выше я понял все извиняюсь а я так понял немец сейчас выходит в электричество да он еще не вышел вот так я раньше него выхожу в электричество классно тоже подводные лодки немец эти горьше ты не того выбрал для нападения так может быть он на меня еще нападать нет он вон тут тут уже плывет хотя мы площадь тебя вынести чем меня меня что же особо и нет сейчас будет очень уже есть боже они грека еще не вынесли на великол то да только столицу забрал но еще четыре города и добьешь да да а 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я из-за этой войны еще до промышленной эры не дошел. Из-за первой. Я предлагаю бразильцу и японцу тоже объявить войну немцу. Иначе он будет просто... А я уже это собираюсь делать. Его войска около Равенны и Рима. У него их тут немного, но это линкоры и броненосцы, конечно. Но если вы придете фрегатами, то в принципе мы их пощелкаем. Так у меня же... Он в линкоры вышел даже? Ну нет, у него один линкор с флотоводца. Он не вышел. А вот я вышел в линкоры. Так что я тебе сейчас помогу. Вот скажите, зачем помогать Пиму? Посмотрите. А зачем помогать тебе? Не надо помогать, я на вас не нападаю. Нет, тут дело не в том, помогать Риму. Рим не так уж хорошо выглядит. Но так как у тебя в МРС самые крутые... Рима 20 великих людей и ученых. Это хотя бы о чем-то должно говорить, что у него на улице хорошо. Не понял про 20-20. Так я взял вообще-то пантеон, посмотри мой. У меня пантеон, этот искра. Если ты не был в электричестве, я не буду смотреть телевизору. И начну защищать Рим от тебя. Я вообще-то сейчас буду захватывать твои города, пока все твои войска у Рима. Ого. Вот это классно, кстати. Но смысл, вот не защищай сейчас Рим. Если он потом меня тоже может внести. Давай ты мне сейчас отдашь мои эти города. Не хочешь, немец? Пока там тебя не захватили. Или ты уверен, что у тебя все хорошо будет? Давай, мир, ты мне отдаешь Равенну. Не, ну, бразилец молодец. Это, кстати, правильно. Действительно, а нафига идти? Что-то там Рим защищать, когда ты можешь реально забрать города немцы и все. Продолжение следует... рим пока не поздно подумай у какие да бесполезно соревноваться давай у тебя есть армия отдай мне равену иди почему ты думаешь что это как-то офигенно развит потому что бразилиц офигенно вот давай заключаем мир я офигенно разве интересно где твои нет но ты сейчас можешь выйти в субмарины и мне тоже капец понимаешь просто если ты выходишь сейчас в субмарины то я тебе ничего сделать по сути не смогу немец что мир не хочешь давай мир поэтому мне выгоднее сейчас нести половинку и городов чтобы ты меня потом субмаринами не смог вынести у тебя же армия есть я я ты поешь что ты берешь мои города я тоже тебя юниты убивает и потом не сможешь отбиваться от бразильца да он и не сможет облить на немец ну я не я не понимаю вот нафига это немец делает ему там бразилица идет захватывать города но он зачем ну ты же теряешь юниты при этом ну блин ну тупо же моя это блин да это спарта уже почему только сейчас сообщение по приходили все эти пойду в линкора так ванцы перебросим что там немец может разграбить поэтому не будем давать такую возможность а тут холм не холмы случайно нет перехода строительной инженерии нет не слышно те сенту ки имец объясни зачем ты на меня нападаешь когда у тебя захватывают не уже выбора нет у меня вишен берет я не могу не смысла туда метаться нет я тебе помогу тогда у меня будет хотя бы какой-то сила блин не тупи ты сейчас отдаешь просто победу бразильцу на ровном месте то есть он тебя забирая потом меня забирает у меня есть против него план но он вышел в субмарине так ему субарин еще построить надо они же не апаются ниоткуда так а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может зря я так флот распылил, чтобы плавать по всему миру? Сейчас бы тупо апнул уже... В... Блин, не успею... Ему захватывать нечем, этот город... Продолжение следует... Продолжение следует... Найс гейм... Найс гейм... Но немец не может меня захватить, понимаешь? У него даже... У него же юнитов даже нету меня захватывать... Но... Отвлечься на то, что его забирает бразилец, он не хочет... О чем это говорит? О том, что у власти в Германии... Какой-то Гитлер сидит... Ему говорят генералы... Товарищ Гитлер... Там... Чёп у нас в стране? Чёп у нас в стране? Так, давайте мы, наверное, в Торонто... Бразилица, ты не хочешь Брюссель освободить? А... Уже поздно... Жизнь не будет. Хороший бутерброд не носится. Я вообще не понимаю, зачем ты пошел на Рим. Да я тоже не понимаю, у меня мощь ненамного меньше, чем у него. Развитие примерно такое, ну вот он захватил у меня два города, один уже обратно отдал, ну и зачем? Мы шли втроем, все ровно. Скажи так, я обиделся на тебя, потому что ты мне не дал ученого, я заговорился с тобой и артстека его забрал. Нифига себе объяснение, я более тупого объяснение не слышал. Я в самом начале игры вообще кидов не дал. Бразилец, извини, немец, имеется в виду, ну, я не хотел тебя оскорбить, типа тупой, я неправильно сказал, извини, пожалуйста. Он сказал бы отчаянный тип. Да, отчаянный тип. Алло. Ну это правда, если... Алло. Алло. Слушайте, у нас уже шестеро осталось из десяти, да? Ну да. Вот это то, да. Поехали. И так же. Алло. У нас уже шестеро. У нас уже шестеро. Ну это нужно оскорбивать. У нас уже чего-то делается... немец давай мир пока не поздно то есть ты считаешь что не надо тебе твои юниты уничтожать что что раз бразилиц уже много городов на их захватил не возвращаться поздно так а мир почему не заключить нам с тобой а ну давай с тобой заключим но только термира венну отдашь естественно ты мне дашь проход алексей этот спрашивает кто не конечно да римляне японцы братья навек это хороший инженер я начал войну с переклама у меня упала усталость от войны ну я не знаю как это без не может просто к этому ходу она уже должна была убраться да конечно тут все серьезно но это интересная партия мне тут очень нравится честно говоря вообще непонятно что будет в итоге давайте лучше торговцев построим морских юнитов возрождение это надо открыть пока я все оставлю так как есть ну вот серьезно вот что до чего достиг немец реально дал просто себя захватить бразильцу просто на ровном месте причем он нападал на человека самым большим флотом ну у него больше естественно было но знаю я на немца не нападаю рим бразилия 118 ну немец я через шесть ходов смогу бразильцу объявить войну чтобы тебе помочь почему через шесть ходов ну посмотри чат рим бразилия 118 понял так тут все клетки обработаны интересно интересно куда японец но я думаю что это его флот к бразильцу плывет скорее всего уже обработал это жилье даст так тут на производство на производство производство ожирается они как линкоры да да это как линкоры 6 кому-нибудь нужен мрамор ну мне например только я не знаю если у меня ресурсы на продажу суши и пояс почему те в городах я не могу отправить торговый путь к тебе чтобы какое-нибудь производство получить что-то там строил у всех есть производство кроме тебя у меня в каждом городе есть верх и практически важен верши дает до производства до что ты говоришь сдаюсь отлично 5 баллов не ну я буду воевать ну ты сдаешься но будешь воевать ты по сути просто рано войну подождал то есть чуть-чуть чего-то пока увидишь в подлодке да реально слушай ну вот я когда играл за германию я вышел в подлодке настроил это же армии строил не просто подлодки армии подлодок и они офигенно стоят немецкие подлодки стоят даже против ракетных крейсеров и против атомных подобность против подводных лодок следующего следующей эры они стоят просто как стена только если в океане нет на самом деле они так нормально стоят просто ты к этому моменту когда человек выходит в следующие атомные подлодки у тебя уже твоих подлодок немерено просто их уже настроил кучу и он там приплывает ну там например шесть подлодок да а у тебя их 15 все нападающихся на его бронедоси у него 77 у тебя 75 так он с двумя апами а вот обычно так вот и разносил в он эсссер эсссер эфири эссэ м возрождение промышленные эры так что там торонто дает как сюзерен промышленность на разгаде конс на 3 клетки дальше да блин ладно не захватываю русский к этом грека вынесешь потом не тут все сообщение посылает города все на земле кроме вишневецкий тел очень плохо слышно у меня спят я говорю на велел раза три то есть имеется что без карточек морские юниты строил и кайперов не отстроил начал сразу с марины так а при чем тут кайперы в карлера подсов субмарина субмарин это же следующего времени и карточка не действует короче у меня 7 ходов 6 7 ходов строится подобно вот как бы серьезно болин ты за предку спиртная моя ладно ссори следующий раз что ты мне еще немец все настроение испортил да ладно тебе это же игра нет я имею в государстве нет так мне честно говоря вот реально на архипелагах мы начали играть вот шестая цива стала намного интереснее по моему вот новое дыхание вот дарья то есть это вот прям ощущаешь намного интереснее стало наоборот прикольную ты напал я там грека выносил тут есть ощущение что идет какая-то игра все-таки не буду менять пока еще имеет я не то что мы играем на карте меньше чем надо да да это точно имеет влияние ну по ней карточка военное строительство катеров где она капер в этом колониализм колониализм капер я нашел а чтобы ускорить его строительство колониализм колониализм он социальных да он после меркантилизма вот строительная инженерия строительная инженерия вышел сверху вижу сначала изучаешь капер а потом колониализм да я изучил например уже но если что и бимер там же и культуркамп в там же михаил там же так что 1 хотя бы уже не так стыдно не был долг смотрите где я по 1 ну да отстаешь но это спасибо греку я понимаю да и 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 япония объявляет войну россии сказали же на кого-то напасть надо вот и напал немец предложения там же броненосцы ед вообще это нечестно я занимался я тебя понимаю и 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 мне бы вообще армию открыть это национализм и и и и и и и и и там немец падает например так а ты а ты у русского решил русского уронить мягко говоря не успеешь вернуться ну может с бразилии я мир заключу образец ты япония на валяй мне надо немцы помогать мне кажется то есть на сто девятнадцатом надо нападать на на бразильца вторых вот это довольство с двумя и более специализированными районами нормально вот там была бы подводная лодка термирует его на теле лодки так это кажется неудачно да их можно только обнаружить если этим соседней клетке если находишься либо ракетным крейсером подводные лодки немецкие очень классные очень эти говорю вот лишь немецкий ты очень зря я реально думал что ты будешь это подводных лодок ждать я тоже был полностью уверен что немец будет ждать подводных лодок да и на территории вообще хотел закончить где-то на арбалетчиках японец давай это быстро допилишь мою столицу и афины давай конечно я вышел потому что мне стоим броненосцам конечно не подраться просто столь не у тебя же не на не на море стоит это да ну там стен нет или есть тени блин бразилия сколько у тебя производства максимально в каком-либо городе я в радусь уж не могу да у меня производство такое среднее что такое примерно число максимально чтобы оценить свои шансы при другой игре это пока секрет я сейчас посмотреть могу а я не могу разрушать что захваченные города которые еще не отличились я не могу разрушать У меня, допустим, двадцать девять. А нет, двадцать семь, двадцать восемь. У меня где-то двадцать восемь, а у тебя двадцать один, двадцать восемь, у меня в столице сорок, ничего еще, но у меня в столице сорок, потому что у меня из столицы бегает три каравана на производство. Все равно дофига. И еще холмы. Ну, вообще-то у меня в столице нет ни одного холма. У меня максимально на тридцать пять. Ну, как-то нет холмы, у тебя есть железо. Ага, точно. Слушай, ну, вот в шестой циве меня больше всего раздражает то, что я хреново вижу холмы. Вот это я очень частенько пропускаю или наоборот убираю лес с места, где мне кажется, что стоят холмы, но там их нету. Ну, вот железо только на холмах. В двухмерной карте выглядит хорошо, так что переключайся видишь. Ну, двухмерная карта, это для эстетов. Так, ну, может я выйду? Это русский, потому что я отстал там на пару эпох. Японец уже меня захватывает. Я согласен. Кто не против? Я согласен. Ну, если никто не против, то я пойду. Я не против. Ну что, Германия, будем меня заключать? Спасибо за игру. Спасибо за игру. Ты чем-то хватывай уже. Иван, спасибо. Все города, да, что давай. Было весело. Ну, у нас смысл мне теперь города давать. Ну, хочешь... Нет, захватывай. Зачем мне все твои города захватывают? Мне они все не нужны. Значит, я буду тебя не гадить. Гадь-гадь ему. Ну, ладно, значит, захвачу. Ну, я немец, вот реально тебе надо было, ну, как только бразилизм, тебя пошло сразу со мной мир же включать. Давай, и убивай фоуус, а не убивай. Ну, или да, ждать. Подводных лодок, действительно. Все, всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока. Мне тут греться войной гажает. Не поддавайся. На провокации. Ну, кстати, при такой коровкой игре победа туризма, он очень сомнительный. Мне тоже так кажется. Но сейчас никто в туризм не шел. Ну, концерт там чуть-чуть состроил. В игре туризмом постоянно... Слушайте, ну, по науке улетают на 150-й ход. Это, типа, вообще поздно. Культуры побеждают еще раньше. А в прошлой игре меня Бумерок вынес ракетами, я считаю, их надо ограничить количество. Так что-то ограничено. Так они ограничены, да? Сильнее ограничены. Просто Бумерок ограничен. Просто Бумерок ограничен. Чисто на тебя их всех скинул, и все. Ну, это ему хватило, чтобы уничтожить меня полностью. Так может, мы Бумерка ограничим? Хорошая идея. Я просто к тому, что здесь же мало земли, и, соответственно, городов не так много. Ну, не знаю. В той игре у Халецкого было сколько? 8 гор, у него такая большая территория была в немца. Это потому, что он захватил. Нет, еще до захвата. У меня 7 городов было, да. Ну, 7. Чисто на моем архипелаге 7 городов, да. Ну, все равно я считаю, что там много. Оставить начальник не теха, по-моему, с кладом. Воронеж, уже японский. Че, Зимваббе построил великий. Под стекумен. Да, стекум, не говорите, кому-ка там сидит чудеса настраивает. Такой, три чудеса, а три чудеса у меня же украл. Три чудеса? Да, умустили, трое чудес. Сло, это сложная русская языка, да. Очень сложно. Япония захватила Москву. Да, ну русского вынесли. У меня подводки. У меня подводки. Хочу национализм выйти, построить уже корпуса. И тогда нападать на бразильца. Бразилиц, слушай, давай ты немцу отдашь города, или я тебе войну объявлю? Ну, я не все буду отдавать тогда. Не все это какие? Я себе оставлю, самый большой угол. Я у него только столицу тогда заберу и тир. Не, он тогда не... Так он тогда с тобой мир не заключит. Ладно, давай я себе тир заберу. И... Дордуммент. Кого? Ну, Дордуммент. Дор-ду-му... А, Дордумунд. Дордумунд, может? Ну, может, как-то. У тебя по географии не очень, да? Ну... Ты как только захватишь столицу, я выйду. Я такого просто города не знаю. Дордумунд? Серьезно, не знаешь города? Баруси из Дордумунда не любишь футбол? Ну, я футбол не очень люблю. Подожди, ты хочешь оставить себе Трир и Дордумунд? Да. А отдать только Брюссель, что ли? Ну, да. Не, меня это не устраивает. А что тебя бы устроило? Ну... Только Дордумунд ты оставляешь себе. Потому что Дордумунд, он рядом с твоей территорией, как бы. Ну, это логично. А Брюсселе Трир отдаешь немцу. Вполне... Потому что Трир... Трир, это получается, в центре его территории. Ему нет смысла заключать с тобой мир, если ты Трир себе оставляешь. Да, ваше Дордумун и Брюссель. Нет, Брюссель ты тоже ему отдаешь. Поносите немцы напрочь. Че бы уйдет. Внутри очень хороший город. Прям очень. Он хороший город, но он находится внутри сердца немца. Прям внутри его империи. Ему нет смысла с тобой заключать мир, если ты ему... Ты не отдашь. Ну, а если я Мадам Трир через ходов... Через определенное количество ходов... Рим продлим... Продлим дружбу. Продлим. Он опять начнет строить свои проводки и начинать. Ну, естественно, тут любой хочет выиграть, понимаешь? Но не факт, что он будет нападать на тебя при этом. Как видишь, в данном случае он напал на меня. И что ему не помешает напасть дальше на меня опять. Потому что на этот раз он будет мне уже мстить. Кроме того... Опять же, мне не выгодно, например, чтобы немец вынес тебя. Почему мне не вступиться в... Вот сейчас я вступаюсь за немца, но в следующий раз мне будет выгоднее вступиться за тебя, чтобы он тебя не вынес. Это же такое равновесие получается здесь. Ты так говоришь, как будто вы дуэльку играете. А тут не дуэлька. Тут еще у нас пять человек осталось. Так, на минуточку. И два компьютера. Просто если ты не отдаешь триер немцу, он не будет мир заключать. У него нету шансов на развитие. Ладно, я согласен. Отдаешь, что в Брюсселе триер обратно. Что? Что ты без меня решаете? Или тебе это не надо? Мне нет, не надо. Не вижу смысла развития. Закладывай. Я буду тебе мешать до последнего. Так не, из-за чего ты? Адор... Так от чего? Так это же есть шанс нормальный. У меня нет шансов. Так ты можешь Вильнюс потом захватить. У тебя есть Лиссабон, Вильнюс. Это вполне нормальные города. Ну, просто даже осталось. Я могу затормозить немножко бразильцы, насколько я смогу. Ну, он сейчас первый по очкам, если что. Не, подожди, тебе возвращаются два города. Во-первых, это убирается очки у бразильцев, дается тебе. То есть, уже бразильец будет не первым, я стану первым по очкам. Кроме этого, ты можешь захватить Вильнюс и... Ну, вот. И Лиссабон. Ты зря отказываешься, между прочим. Это вполне очень-очень хороший вариант. Тем более, что бразильец заканчивается своим уникальным юнитом. А твой уникальный юнит только начинается. Да они у нас одинаковые. Нет, не одинаковые. Я тебе еще раз говорю. Твои подводные лодки играют до конца игры. Он еще и русскую долину посмотрел. Посмотрите на него, блин. Ацтек? Ацтек? Да. Твои подводные лодки нормальные и сильные юниты до конца игры. Мы четвертом месте, я наоборот пытаюсь догнать. Я пока тут уговариваю немцев. Что, бразильец, ты отдаешь мне все мои города? Не все, кроме Дортмунда. Ну, это несерьезно. Ну, как несерьезно? Ну, блин. Слушай, немец, ты у меня захватил два города. Ты меня откинул в развитии. Бразильец захватил у тебя. Он вернет тебе эти два города. Тебе даже не придется их обратно отбивать. Ты сможешь захватить Вильнюс или Сабон себе. Опять. Это как раз нормальный компромисс. Так-то я хорошо, конечно, воююю, но... Дортмунд, Дортмунд... Я понимаю, что там три кита. Но в плане развития не такой крутой город. Это реальный компромисс. Просто чтобы бразильцу вообще ничего не отдать, это тоже неправильно. Он все-таки захватил. Ты вернешься в игру, немец. Это получается, что тебе возвращаются два хорошего города. Трир офигенный город. Брюссель очень неплох. И ты еще... У тебя есть армия. Ты сможешь захватить Лиссабон и Вильнюс. У тебя будут еще города. При этом бразилец тоже что-то получает. Подумай. Все-таки пора уже бани строить тут. Хотя, с другой стороны, у меня жилье немерено. Да, блин. Еще мне играет Калинка маленьенько. Так ты же русского захватил. Я не согласен. Я не вижу для себя пути развития, если честно, вообще никакого. Я отстал. Все. Видно, что у меня из-за длины никакая не извести. Блин, вот где немец отстал. Слушай, я открываю научную технологию, ты со всеми рядом. Открываю культуру, ты со всеми рядом. Хорошо, сколько у тебя науки ходят? 137. У меня 70. Даже с меня отдаст до города, я буду 100. Потому что города порушены. Все практически. Одного нет. Ладно, бразилиз, тогда другой вариант. Трир и Брюссель, ты отдаешь мне, тогда мы не воюем. Ничего себе. Что-то вообще. Но я уже в корпусах. Ты будешь со мной на корпусах воевать? Бразилиз, не соглашайся, я тоже в корпусах. Нет, просто нет. Я к тому, что бразилица дает мне Трир и Брюссель, а все остальные немецкие города он себе захватывает. Я про это. Все остальные, дальше немцы он себе захватывает и забирает в путь. Только два города он мне отдает. Чтобы мы не воевали. И пять я забираю себе. Ну ладно. Ну да, да. Просто Трир и Брюссель находятся прямо у моих границ. Мне не очень хочется, чтобы ты, ну вот, как-то их контролировал. Я тебя понял. Я понял. Раз немец так прям сдается. Ахин у меня работал хорошо. Петр Великий публично осуждает вашу цивилизацию. Сколько у тебя производства в Ахине, бразилица? Секундочку. Бразилийц мы договорились? Да. Хорошо. Как только я заключу место немцев, мы захватим все угодно. Ну, я тогда сейчас ему объявлю войну, чтобы быстрее там захватить его. А, я не могу ему пока обсидеть войну. Мы с ним мир недавно заключили. Ну, чё, посмотришь? Япония расширяется, а знала в город Санкт-Петербург. Блин, соликам тоже со стенами. Чё, я тут надолго засел? С русским? Угу. Русские не сдаются. Так, тут без холма. Нормально. С компом же мир нельзя заключить, да? Можно. Мир и война с компом разрешены. Ну, чё, Бразилийц, сколько у тебя придут в Тулахиде? Три. Всего три? Ну да, так он уже оккупирован. И у тебя... Я ещё клетки не менял уже телем. И там ещё недовольство. Серьёзно, говорят. Блин, где кампус? Играйте в умные игры. На этом пока всё. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Спасибо, что досорели до конца. Я, Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.